Всем привет, вы в Лего гараже, с вами Егор. Сегодня мы возвращаемся к теме FG Cruisers. Подъехала версия 2.0. Внешняя модель выглядит практически такой же, то есть ключевые какие-то элементы, двери, крыша, капот, они остались практически теми же самыми. По порции у меня претензий не было, больше претензий были по технической части, поэтому версия 2.0, она была построена на абсолютно новом шасси. Ну, в чем-то оно схоже с шасси Хайлакса, однако мосты здесь передние свои. Стал чуть шире капот, на один студ я увеличил размер капота, хотя при этом сама ширина морда осталась той же. Далее я переделал переднюю часть, в том числе фары, теперь это стандартные распространенные круглые плейты, а не те редкие тайлы, которые практически нигде нельзя было найти в наборах, но в наборах их, кстати, не было. Вот, морда стала чуточку пошире, стала шире колея за счет того, что я увеличил ширину переднего, ну и заднего моста. А почему я увеличил? Я избавился от той болячки, от выпадающих шестеренок из дифференциала, поэтому у меня мосты здесь немножко стали шире, ну, на один студ в каждую сторону. Поэтому пришлось также здесь сделать так называемые расширители арок, ну, их называют еще бушвакеры. Вот, вы видите, здесь арка у нас выдается из кузова, здесь тоже такие накладки. То есть кузов у нас здесь не 15, как на первой версии, она уже 17, хотя это достигается чисто за счет расширителей арок. Сам вот кузов, сама кабина, она осталась также 15. Главный момент, с которого я начал постройку второй версии, это модульная конструкция. Итак, вот она модульность конструкции. Трам-парам. Вот, все, кузов здесь снимается. Шасси, как я говорил уже, она схожая с шасси Хайлакса. Значит, смотрите, вот колея второй версии, вот колея первой версии. Разница, я думаю, заметна невооруженным глазом. Вот, по заднему мосту осталось все примерно так же. Тут три тяги, в том числе тяга Панара. А спереди же у нас четыре рычага, четырехлинковое крепление моста. Рулевая система здесь также претерпела изменения. Сервомотор теперь установлен прямо на мост, как и на Хайлаксе. Это нам дает, что, во-первых, у нас нет люфтов, и, как следствие, у нас, во-вторых, более стабильное положение колес, лучшая прямолинейность, а также угол поворота колес здесь стал больше как влево, так и в правую сторону. Маленький минус данной схеме, когда мотор расположен прямо на передней оси, это в том, что у нас выросла неподрессоренная масса передней оси. Но в таких моделях я не буду заморачивать вас теорией, поэтому перейдем дальше. Значит, в качестве движущегося мотора также остался XL. Его, в принципе, здесь достаточно, при условии, что вы не перегружаете модель доп. оборудованием, какими-то насадками сверху на крышу и так далее, потому как схема с одним XL-мотором, когда он вращает обе оси, переднюю и заднюю, она имеет свои недостатки. Если говорить коротко, то это при большой массе модели, когда модель едет куда-то в гору, например, да, то очень перегружается задний дифференциал, и вплоть до треска, хруста и поломки шестерней. Вот, кузов здесь также имеет съемный верх. Сейчас не буду демонстрировать, потому что здесь немножко сложнее реализовано. Крепится кузов к раме здесь четырьмя пинами. Сама версия этого FG Cruiser подразумевает, что это FG-45 Trupp Carrier, так называемый перевозчик-маршрутка. Здесь сзади имеются две длинные скамейки, кроме того, что спереди два сиденья, пассажирская и водительская. Сзади имеются еще две длинные скамейки. Там порядка, сколько же там места даже не читал, но там еще 8 человек, наверное, помещается. Конечно, я здесь отошел от канонов оригинальной модели. Например, здесь сделана задняя дверь по типу многих современных машин, типа там Land Cruiser Prada, а также Mitsubishi Pajero, когда дверь откидная в сторону. Насколько это удобно для посадки пассажиров назад, я об этом, честно говоря, не думал. Поэтому это, можно так сказать, современная интерпретация классического FG-45. До пятого. До пятого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невороженным глазом вы видите, что клиренс второй версии существенно выше, чем у первой. Это, естественно, сделано намеренно для того, чтобы я мог поставить сюда колеса большего диаметра. Как я уже говорил, здесь проблема с лифтом была нерешаема, поэтому колеса больше, чем 62 сюда поставить было нереально. А здесь, как видите, есть хороший запас. Сюда в таун как 68-е баллонные колеса, так и редкие 68-е от Black Cat. Ну и учитывая, что в последнее время появляются альтернативные варианты, например, вот эта вот резина Brick Edition, то можно здесь много интересных модов на самом деле сделать. Впереди нас ждет несколько, на мой взгляд, интересных модов на FJ45. И чтобы с чего-то начать, с чистого листа, я вам показал, вот как он выглядит, грубо говоря, в стоке. Поэтому дальше, как минимум, будет две модификации на эту модель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok